Девушки отдыхают Я на мгновение отвернулся, она попала в беду. Кто на этот раз? Испытание искуплением назначил сам Небесный Император. Это неизбежно. Ты ничего не изменишь, даже если вернёшься. Почему бы не выслушать Юань Цзи? Повелитель пламени. Оставьте формальность. Цзи Цзи? Хун, Хун, неужто ты решил присоединиться к армии? Ты можешь купить генерала, но волю его тебе не сломить. Я всегда мечтал нести любовь. Не пропадать же мечте. Так ты теперь сводишь бессмертных с демонами. Здесь только презренные солдатни. До меня дошли слухи, что бессмертная Юань Цзи публично предсказала будущее, осудив Дзиньми. Ах, да, разве стоит об этом? Я лишь прочитала будущее царства и духа Дзиньми, ищущего бессмертие. Я говорила лишь правду. Дева Юань Цзи, тебе ведь известны последствия ошибочных предсказаний. Я бы не допустила ошибку. Я выполняю свой долг, только свой долг. Я не смею нарушать границы. Любопытно, что же ты припасла для смертной жизни Дзиньми? Что ей предстоит испытать? Какова её судьба? Какая семья её ждёт? С какими людьми она будет видеться? Как долго продлится испытание? Такое дело, нужно быть внимательными к деталям. Что же... Говорят, люди страдают от семи печали. Рождение, взросление, болезнь и смерть, разочарование, обиды и потери любимых. Что же... Повелитель Пламени, простите, но ведь это искупление. От Духа Дзиньми все ждут, что она испытает все эти семь печалей. И чем хуже, тем лучше. Было бы лучше, если бы она испытала все их. Твой дядя сделает так, что она встретит достойного человека. Сюйфэн, не переживай ты так. Дядя, кого же ты выберешь, чтобы она опознала боль утраты? Нет. А может, пусть Дух Дзиньми на всю жизнь останется одинокой? Мы можем сделать ее монахиней. Что думаете, ваше высочество? Нет. А если она достигнет просветления? Тогда, может, сделаем ее мужчиной? Нельзя. Как ты вообще можешь предлагать такое? Придумала. В мире смертных есть племя священных целителей. Они изготавливают лекарства и всегда ищут чистые души. Они ищут секрет бессмертия для правителя. За последние сто лет это были девушки-девственницы. Они не рады чужакам, но нет ни одной птицы или жука, которых бы они не знали. Когда они выходят в свет, они удочеряют брошенных девочек, чтобы те продолжили их цель. Это племя просто помешано на святости. Они не открывают лица мужчинам и не выходят замуж. Так что она никогда не потеряет любимого. На этом мы порешим. А вот и договорились. Что мать, что сын. Они меня убивают. Дзи-Дзи, кому из них ты подчинишься? В моих руках судьбы смертных. Если бы на меня действовали угрозы, думаешь, я бы дожила до этого дня? Разумеется, я подчинюсь императору. Матрые решения. Император выше их обоих. Но их двоих я обидеть не могу. Хорошо, что я сообразительная. Мой план поможет поймать двух зайцев. Что за план? Для Дзиньми я выбрала жизнь, полную скорби и одиночества. Племя священных целителей. Так и императрица будет довольна, и повелитель пламени успокоится. Хороший план. И моим навыкам найдется применение. Ты что, Партен заделаться удумал? Я просто завяжу узелок для Дзиньми, открыв ее путь к искуплению. Такая боль. Императрица вмешивается в чужие дела. Суэйфэн хочет, чтобы все было, как ему надо. Подумать только, их волнуют лишь дела небес. Но чувство смертных в моей власти Дзиньми не должна потерять возлюбленного. Но помимо этого, есть муки неразделенной любви и разбитого сердца. Мы же не можем этому помешать, я прав? Конечно. Мы не виноваты в этом. Ничего страшного. Всего-то семь печалей. Разворождение, взросление, болезнь, смерть и потеря любимого сравнятся с испытанием небожителей. Я права? Отец, что я опять не так сказала? Наставница говорила об этом, но не была уверена. Не думала, что это случится. Искупление в мире смертных причинит тебе страдания. Но оно предотвратит беду и укрепит основы. Возможно, все не так уж и плохо. Верховные и бессмертные, не волнуйтесь. Всего лишь 10 дней искупления. Мир, моя будущая жена. Пусть я не должен проходить испытание, я желаю спуститься на землю вслед за ней. Вместе мы справимся с испытанием царства смертных. Мир. Продолжение следует... А я-то думал, кто ворвался во дворец Повелителя Пламени? Что тебя сюда привело? Отвечай. Бессмертная Дзиньми. Братец Ляо Тин. Будь я проклят. Когда ты была здесь раньше, ты никогда меня так не называла. Ты же теперь небожительница. Формальности ни к чему. А еще ты помолвил нам. Оставь его высочество в покое. Однажды, брат. Но вечно брат. Ляо Тин, ты, я, Фэй Сюи и Феникс. Мы всегда будем семьей. Ты от меня не избавишься. Что ты делаешь? Это османтусовое вино. Я хотела дождаться возвращения Феникса, чтобы подарить ему это вино. Но теперь я должна отправиться на искупление в Царство Смертных. Я не знаю, когда я вернусь. Поэтому я пришла сюда и спрятала здесь подарок. Если Феникс вернется раньше меня, скажи ему, что я зарыла здесь кувшин с вином. Рад, что тебе не все равно. Не волнуйся. Его высочество тебя дождется, чтобы выпить это вино. Ничего, сама не можешь. Все хорошо. Не открывай. Давай вместе. Ваше высочество. Главы северного и южного городов бездействуют. Оба подали сигналы к отступлению. Я понял. Сегодня Дзиньми спустится на землю. Надеюсь, я успею попрощаться. Похоже, злые духи не намерены нападать на небесное царство. У них между усопицы. Вы раскрыли замысел врага. Я восхищаюсь вами. Мы недалеко от города вечной суеты. Шпионы Льюинь проникли в лагеря обеих армии. Если что-то случится, правитель города вечной суеты не останется в стороне. Слушайте мой приказ. Звездный страж Подзюнь возглавит отряд и останется здесь наблюдать за врагом. Пока он здесь, я спокоен. Ты уведешь основные силы. А я доложу обо всем императору. Слушаюсь. Отец, береги себя. Я вернусь, не успеешь опомниться. Дух Дзиньми, поспеши. Скоро вы снова увидитесь. Но потом вы проститесь навсегда. Жоу-Жоу, мы правда с тобой встретимся? Думаю, Феникс как раз успеет допить вино. К моему возвращению. Дзиньми, прошу, будь осторожна. Никто не знает, когда мы встретимся снова. Не переживай, я очень скоро вернусь. Дзиньми, прощай. Что значит, прощай? Опоздав на миг, можешь упустить судьбу. Это повлияет на твое искупление. Жизнь коротка, словно вздох. И полна горечи. Войди же в колесо судьбы и кармы. В одно мгновение ты станешь другим человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ваше Высочество, вы вернулись. Ваше Высочество, я видел тень, скользнувшую во дворец пурпурных облаков. Я подумал, что это призрак повелителя мышей. Случайно я... Матушка в опасности? Императрица цела. Совершенно случайно, я подслушал их разговор с императрицей. Императрица намеренно отослала вас к реке запвения, чтобы пока вас нет, убить... убить дух одними на земле. Я желаю пройти с дороги. Комендантский час, простите, Ваше Высочество. Фейнер, почему так долго? Ты не попрощался с деньми. Где с деньми? Спустилась на землю. Свяжи меня с деньми. Хорошо. Небесная императрица, повелитель пламени пытался прорваться через южные небесные врата. Стража не пропустила его, но он бросился к колесу судьбы и кармы. Ты хотела то, что принадлежит мне. Ступи в колесо судьбы. Ты не найдёшь пути назад. Посмотрим, как ты теперь отберёшь его у меня. Ваше Высочество! Искупление можно отменить? Она уже спустилась. Как мне его отменить? Ваше Высочество, Дива Юэнзи, выполняет свой долг. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Сюэфэн! Сюэфэн! Фанэр! Ваше Высочество! Ляу Юэнзи, Позаботься о фанере! Дева Юэнзи, Я позабочусь о том, чтобы принц Сюэфэн и принцесса Сюэхэ жили беззаботной и прекрасной жизнью. Повелитель пламени будет купаться в роскоши и уважении. Его будут почитать и бояться. Принцесса же будет богата и прекрасна. Всю свою жизнь она будет окружена любовью. Что бы ни случилось, их ждёт спокойная и счастливая жизнь вместе. Прекрасно. Рада, что ты знаешь, что надо делать. Бедная я несчастная. Дочь? Горе-то какое! Избавься от неё! Наша семья не сможет её прокормить! Дитя моё, мне так жаль. Пусть небеса смилостивятся и найдут тебе новый дом. Это неправильно. Наступила осень, и рукоятка ковша указывает на запад. Полагаю, Мейер переродилась. Мейер переродилась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот, подержи. Конечно. Это нужно высушить. Хорошо. Придержи немного. Хорошо. Нарежь помельче. Ладно. Придержи вот здесь. Спасибо. Вот свежие травы. Их нужно высушить. Хорошо. Дай взгляну. Вот здесь. Помедленнее. Положи сюда. Хорошо. Помоги мне. Готово. Поставь сюда. Дай мне посмотреть. Здесь всё хорошо. Положи. Медленнее, медленнее. Послушная дитя. Разве нет? Какая милашка. Просто прелесть. Как думаешь, мальчик или девочка? Не знаю. Думаю, что мальчик. А я думаю, что девочка. А ты? Она вырастет такой же красивой, как мы. Не уверена. Думаю, что нет. Давайте посмотрим ближе. Давайте. Что происходит? Ну же, выпей лекарства. Перестань плакать. Ну же, веди себя хорошо. Пей лекарства. Но не плать. Не плать. Малышка такая милая. Священные Целители всегда держались в стороне от зла. Это незапятнанная земля. И лучше быть здесь. Осмотрись. Убедись, что никто не помешает искуплению Дзиньми. Если всё спокойно, возвращайся. И молчи обо всём. Ты поняла меня? Слушаюсь. Если что-то случится, тут же доложи мне. Небесная императрица. У Суэхэ и Сюэхэ на всё хорошо? Императрица, они в добром здравии. Они родились в поместье князя И. Помоги Суэхэ всё вспомнить. И тогда... Они начнут испытывать друг другу влечение. Слушаюсь. А что с Дзиньми? Император приказал Юаньзи следить за ней днём и ночью. И я... Не мог ничего предпринять. Забудь. Спешить нам некуда. Мы же не хотим, чтобы император поймал меня. Я всё понял. Ты вернул себе стрелы уничтожения душ. Небесная императрица. Стрелы уничтожения душ подпитываются кровью Кастмицы и Юани. Нужно время. Императрица, дайте мне пару дней. Пару дней? Прекрасно. Я дам тебе это время. Благодарю, императрица. Стрелы уничтожения душ. Меня зовут Дзиньми. У меня нет родителей. Тётя удочерила меня в детстве. Дзиньми, почему каждый раз, когда мы идём за травами, начинается дождь? А когда я иду одна, дождя нет. Я не знаю. Я просто невезучая. Тяньхо – моя лучшая подруга. Святая Дева похоронила первого правителя в 12 лет. Старейшина и тётушка решили, что я буду носить одежду Святой Девы. Тяньхо – что-то голова кружится. Дзиньми, что с тобой? Ты отравилась? Приляк ненадолго, я приведу тётушку. Тяньхо – что-то голова кружится. Дзиньми, на тебе гусеница. Я спокойна, я спокойна, я спокойна. Её можно положить в снадобье. Ты мне всю одежду испачкала, я всё тёте расскажу. Я тебя не боюсь, ты первая начала. Тебе не сбежать. Не ходите сюда, не нужно, не ходите сюда. Тяньхо, тут такое дело. У меня есть один секрет. Я с детства могу видеть небожителей. Они красивые, твои небожители? Конечно, красивые. Они очень красивые. Околдовать они умеют? Это правда, что у них 4 головы, 8 рук, и они выше гор? Правда? О чём ты говоришь? Я правду тебе говорю. Я вижу небожителей. Так я и поверила. Ты же сочиняешь, да? Или они тебе снятся? Вот и нет. Это ты вечно витаешь в облаках. А я вижу небожителей, это правда. Один из них прямо передо мной сейчас рукой машет. Я тебе не верю. Не морочь мне голову. Веришь или нет, это правда. Я с детства их видела. Тогда скажи, как они выглядят? Тяньхо, меня что-то ударило. Я видела. Это картошка? Да. Картошка на дереве. Я всегда была невезучей. И со мной постоянно случаются странные вещи. Но я как-то привыкла. Тяньхо всегда была со мной рядом, пока я взрослела. Используя духовную силу, я следил за миром смертных. У Дзиньми всё хорошо. С ней постоянно что-то случается. Но она счастлива и беззаботна. Она всё так же чиста. Хорошо, что повелитель Ночей с нами. Он сможет позаботиться от Дзиньми вместо нас, пока несет ночную службу. Но я встревожена. Царство цветов не подчиняется законам небес. Почему я не могу оберегать её? Не волнуйтесь. Это небесный император избрал путь искупления для Дзиньми. Вам не стоит выдавать себя, ведь если вас поймают, Дзиньми будет трудно стать бессмертной. Отныне я стану вашими глазами. Я буду защищать её. Даже в мире смертных, Сейфэнэ не минует необходимость участия в войне. Я его мать. Мне невыносимо видеть все его страдания. Ваше Величество, он же повелитель пламени. Пусть он стал смертным, но его ждёт удивительная судьба. Не в моей власти изменить судьбу смертного. Но я верю, что принц настолько силён, что сможет обратить любую ситуацию себе в пользу. Не будь это испытание ради величия духа Сейфэна, я бы давно уже это всё остановила. Его Высочество совершит благие дела в мире смертных, это сделает его сильнее. Как сладки твои речи. Что там с Цзиньми? Как она поживает? Ваше Величество, Цзиньми в племени целителей. Она изучает цветочки да травки. Что? Цветочки и травки? Что же это за искупление такое? Ваше Величество, их судьбы предопределены, мы не можем вмешиваться. Дева Юанзи, ты случайно не помнишь? Почему Хранитель Жизни лишился своего титула и передал его тебе 500 лет назад? Может, мне напомнить тебе? Я неверно выразилась. Разумеется, я не нарушу вашу волю. Прекрасно. Я предпочитаю всё делать на совесть. Раз искупление, она должна испытать невыносимую боль. Иначе мы подведём Небесного Императора. Ваше Величество, постарайтесь понять и меня. Я всегда подчинялась правилам и прямым приказам Императора. Не прикрывайся Императором. Он не запрещал Цзиньми страдать. Я не буду усложнять тебе жизнь. Любопытство не порог, но сгубило столько кошек. Я запомню ваше наставление, императрица. Замечательно. Ты можешь идти. Мир погрузился в хаос, но у людей не было спасителя. Народ девяти провинций не мог жить в мире. Их жизни были наполнены страданиями. Но однажды явился юноша и всех спас. Их жизни были наполнены страданиями. Этим юношей был наш князь И. Его клинок подобен вихрю. Он способен остановить войну без боя. Чудесно. Ни один воин не сравнится с князем И. Лишь одному под силу восстановить мир и спасти народ от отчаяния. Это бог войны. Князь И! Ура! Ура! Прекрасно! Дни! Князь И! Правда, герой! Успех одного ценой жизни и других. Кто бы ни одержал победу, простые люди всегда страдают. Что ты сказала? Ничего. Я говорю, князь И! Великий человек. И жизнь его будет долгой. Если он умрёт, я тоже умру. Ладно, уже поздно. Пора возвращаться. Пойдём, нам пора. Князь И просто красавец и настоящий герой. Все девушки без ума от него. Подожди меня. Но он помолвлен с принцессой Наньпина. Тётушка, святая дева, ты и Тяньхо многое узнали о целебных травах. Ты, наверное, устала. Позволь мне заняться лекарствами. Спасибо, тётушка. Ах, да. Я только что была в хранилище. Некоторые травы испортились. Я думаю, нам с Тяньхо нужно пополнить запасы на горе Луни. Правда? Там, наверное, очень весело. Тяньхо, ты и святая выросли вместе. Почему ты не такая же милая и покорная, как она? Святая выбрала тебя своей спутницей. Она лично учила тебя всему. Ты должна быть умнее и помогать ей. А ты думаешь только о веселье. Думаю, тебе лучше остаться и помогать мне с лекарством. Тётушка, разве святая может собрать травы в одиночку? Это ведь займёт несколько дней. Ничего. Не страшно. Многие девушки готовы на всё, чтобы помогать тётушке. Тяньхо, думаю, ты должна внимательно учиться у тётушки. К моему возвращению ты усовершенствуешь свои знания. Тогда сможешь лучше помогать мне. Хорошо. Святая дева, ты так дальновидна. Но тебе и правда не стоит идти одной. Всё-таки это гора. Я с детства живу в горах. Я знаю каждую тропинку. Не волнуйтесь. Если уж кто-нибудь увяжется за мной, он точно потеряется. И придётся их искать повсюду. А это только добавит вам хлопот. Одна я справлюсь быстрее. Хорошо. Будь осторожна. Долгой жизни князю И. Долгой жизни князю И. Долгой жизни князю И. Да, верно. Мы племя целителей, что изготавливают лекарства для старика И. Разумеется, я слышала, что князь И не так уж и стар. Он молодой мужчина. Однако, кем бы он ни был, его дневной рацион, начиная с полезной пищи и заканчивая эликсиром, продлевающим жизнь, изготавливается нами, племенем целителей. Что касается эликсира бессмертия, так он ещё не готов. И нам бы закончить его нужно как можно скорее, иначе... Господин... Циньтон, тебе и солдатам стоит отдохнуть. Я хочу поохотиться и вернусь через пару дней. Слушаюсь, господин. КОНЕЦ КОНЕЦ Повелитель, люди Ляньго. В атаку! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ